Любимые, дорогие, всем бонжур! Прежде всего, поздравляю всех с начавшейся зимой, с 1 декабря. Пусть эта зима будет легче и лучше, чем была для нас осень. И сейчас давайте сделаем расклад на приятные сюрпризы и не менее приятные, я надеюсь, предупреждения на первую неделю зимы, первую декабрьскую неделю, ну, соответственно, с 30 ноября по 6 декабря. Три варианта ответа перед вами. Таро – дом с привидениями. Загадывайте себя, интересующего вас человека или какую-то ситуацию, чтобы посмотреть подсказки по ситуации. В общем, на три варианта можно что-нибудь или кого-нибудь раскидать. И на дне колоды у нас оказался вот такой интересный, повешенный. Что он может здесь нам сказать всем нам на эту неделю? Ну, во-первых, в информационном поле сейчас часто мелькает слово «одержимость». Ну, наверное, синонимом, вернее, антонимом, да, пардон, антонимом, антонимом одержимости, наверное, может быть слово «равноудаленность от всего». И это не в смысле удаленки, а в смысле ограждения себя от каких-то лишних эмоций, от лишней, излишней, я бы сказала, вовлеченности в какие-то процессы. И занимайте, наверное, на этой неделе, даже если вы в каком-то вынужденном подвисании, особенно если вы в неком вынужденном подвисании на этой неделе, занимайте хотя бы эмоционально некую отстраненную позицию. И смотрите на все вот равноудаленно. Здесь вот этот самый скелет изображен, который висел в неком доме веками, да, скелеты в шкафу, а тут скелет в стене, который висел в доме веками и наблюдал за всем происходящим, да, вот когда привидение не может улететь из дома, оно вот летает по дому и наблюдает за всем, что происходит, извините, в режиме симов, да, в режиме какого-то симулятора, правда, оно ничего сделать не может. Вот вы будьте, да, представьте себя таким вот существом, извините, да, равноудаленным ото всего и ото всех. Ну, можно сказать, что эта карта мне уже точно-точно резонирует, потому что я уже в начале недели повстречала некую бешеную гекслю. Я, конечно, понимаю, что все люди, которых мы встречаем так или иначе, наше собственное отражение, я бы даже сказала, наши собственные перевертыши в каком-то смысле, да, в таком вот, ну, там, даже не в магическом, а в психологическом смысле, да, то есть, ну, во всех людях, с которыми мы сталкиваемся, можно увидеть некое отражение себя, свой блеск увидеть в их глазах. Ну, я лично встретила такую бешеную девочку, такую бешеную гекслю, что я сказала, не, нафиг, нафиг, я не хочу быть такой, да, лучше вот подальше от таких людей. И, да, его пример другим наука, что называется, вот ее пример, антипример для меня, да, то есть, не надо быть такой вот одержимой в каком-то смысле, да, то есть, берегите себя, не включайтесь во что-то очень сильно эмоционально, просто наблюдайте за тем, что происходит, немножко со стороны, немножко отдаленно, немножко философски, особенно, если у вас подвисают дела, и вы, ну, да, вместо того, чтобы злиться, просто наблюдайте за тем, что у вас сейчас есть в вашей жизни. Ну, пожалуй, все, такое вот общее предупреждение, оно же и сюрприз, да, извините. Ну, колода довольно-таки суровая, да, Таро Дом с привидениями, но давайте сейчас посмотрим, да, при всей такой красочности некой, да, и яркости, и такой мультяшной даже рисовки, я бы сказала, колода, в общем-то, довольно жесткая. Давайте сейчас приступим уже, наконец-то, к трактовкам. Я надеюсь, вы выбрали свой вариант, и для тех, кто выбрал красное сердечко, первый вариант, приятные сюрпризы и предупреждения для вас на эту первую декабрьскую неделю. Я выложила два на два, то есть две карты на приятные сюрпризы, и две карты на приятные, я надеюсь, для вас предупреждения. Итак, пятерка кубков, императрица, третий старший аркан, да, и десятка кубков и пятерка жезлов на предупреждение. Ну что, вот первая карта идет пятерка кубков. Итак, ну, возможно, вы сидите на самоизоляции, и это самое, или вообще очень ограниченный, или у вас, извините, такое состояние на этой неделе вообще души, духа, да, не знаю, что вы сидите в четырех стенах, вы сидите как будто в подвале, вы сидите вот в некой глухой обороне, ну или загаданный вами человек, вы, ну, да, либо действительно сидите на самоизоляции, на удаленке, либо у вас просто нету выхода как бы, да, вот во всех смыслах нету выхода, не можете вы буквально выйти на улицу, или что-то сделать, да, куда-то пойти. Допустим, надо было куда-то съездить, что-то сделать, продвинуть как-то дела, а вы не можете это сделать, потому что вы в каком-то ограниченном пространстве, даже если вы не сидите дома, даже если вы там не лежите где-нибудь в больнице, не дай бог, да, тьфу-тьфу, всем выздоровления желаю, если кто-то действительно в больнице или кто дома болеет. Но здесь вот как таковой болезни не показано, слава богу, здесь показана просто изоляция. Вот, или, возможно, вы даже если не сидите дома 24 часа в сутки, вы вот в каком-то замкнутом круге, да, вот в каком-то, в каком-то колесе, по дважды-два была песенка крутилась часто, летом, по-моему, да, и весной, и летом, про вот эту вот белку, которая в колесе, в колесе, да, я как белка в колесе, чух-чух или как там, чух-чух-чух, вот, в общем, вы вот примерно так, как эта белка. Возможно, вы, ну вот, из дома на работу, да, с работы в магазин, из дома в магазин, из магазина домой, вернее, не так, да, из дома на работу, с работы в магазин, из магазина домой, из дома опять на работу, и вот так вот все семь дней. То есть, возможно, какое-то колесо, из которого вы никак не можете вырваться. Вот, ну, самое главное, что вам эта карта говорит, не бойтесь, не тоскуйте, не страдайте, да, будьте как бы, ну, да, эмоционально спокойны, эмоционально спокойны, вернее, вот так вот, да, эмоционально спокойны в любой ситуации. Тут те неудачи, которые у вас сейчас есть, там, независимо от, да, независимо от того, какие неудачи, может быть, я их и не назвала, да, не буду копать, но вот те неудачи, которые есть, не воспринимайте их слишком близко к сердцу, будьте, опять же, вот равноудалённы, равноудалены от всего, да, раз уж на удалёнке будем равноудалены от всего. И ещё такой момент, это первый момент, да, ну, не воспринимайте свою жизнь как заточение, это первый момент, как бы у вас оно ни шло, да, не бухайте слишком много, да, вот, воздерживайтесь. И второй момент, ваша жизнь, это не только эмоции, если у вас что-то не складывается, да, не только эмоции, не только любовь, если у вас что-то не складывается с любимым человеком, или, скажем так, не то, что совсем отношения не складываются, но отношения немножко разочаровывают, отношения не идут так, как вам хочется. Сейчас я даже скажу, может быть, вы здесь как-то ограничены в ресурсах, да, и сами страдаете, что вы не можете развивать ваши отношения так, как вам, пардон, хочется, да, что у вас нет ресурсов, что, может быть, партнер вас ждет, да, и партнер, может быть, к вам стремится, а вы не можете по каким-то причинам, вы ограничены по каким-то причинам. Вот тоже не переживайте, не страдайте, имейте в виду, что, ну, любовь приложится во всех смыслах, потому что, да, ну, потому что это только одна из сфер жизни. И если настроение портится, помните, что ваши эмоции – это тоже только одна из сфер ваших личных психологических, да, то есть у вас еще много чего есть, например, обратитесь к своему телу, например, да, вот здесь вот буквально у нас императрица, явно очень обращенная телесно-ориентированная такая императрица, да. Займитесь действительно телесно-ориентированной терапией, займитесь йогой, займитесь какими-нибудь практиками. Я извиняюсь, у кого стоит вопрос по поводу ребенка, рождения ребенка, зачатия ребенка, можно на этой неделе заняться вот этим вопросом, потому что карта императрицы говорит о том, что, наверное, если ребенка у вас нету, вы уже готовы к этому. Если у вас уже семеро по лавкам, если у вас уже взросленькие дети, то обратите внимание, собственно, на семью, обратите внимание на вашу роль матери, роль главы семьи, потому что здесь императрица, она явно глава, хозяйка, хозяйка и собственной жизни, и глава своей собственной семьи. Вот, да, то есть ваша задача из такой вот потерянной девушки на этой неделе превратиться в императрицу, да, ну, человека, да, такого потерянного человека превратиться в императрицу или в императора, если вы мужчина, извините, своей собственной жизни. Давайте я вам императрицу прочту. Императрица, хозяйка дома, ну, я говорю хозяйка, да, возможно, беременная, женственная и манящая. Она заботится обо всех, кто встречается на ее пути и держит на своей ладони волшебство творчества. Вот если сидите на самоизоляции, на удаленке, займитесь творчеством, займитесь собой, займитесь своим телом, прокачайте, может быть, свое тело, да, вдруг вам потом придется этим телом, давать новую жизнь. Так, чувствительность, творчество, рождение, удовольствие, радость, элегантность, красота, женственность, вот это все будет вам присуще на этой неделе. Ну, если вы мужчина, вам это все тоже будет присуще. Более того, вы вполне можете увидеть все эти качества в женщине, которая вам нравится, или найти такую женщину для себя, да, то есть буквально вот императрица говорит о том, что либо вы сами станете императрицей, либо вы такую женщину встретите, если вы, соответственно, мужчина, если вы такую женщину ищите. Безусловно, карта императрицы – это любовь, любовь всепроникающая, любовь к себе прежде всего, любовь к другим, любовь мира к вам, вас к миру, да, вам, извините, всегда есть за что мир любить и за что этот мир благодарить. Вот, пожалуй, такие прекрасные у меня для вас слова, то есть вы будете любимы, любите себя и будете любимы на этой неделе в любом случае. Ну, вот пятерка, да, пятерка кубков немножко так настораживает, но, видимо, это такой жизненный урок, хотя очень не люблю я эту тему, какой урок я сейчас прохожу, ну, вот, да, потому что эта тема немножко капает на мозги, что, типа, вот, ты должна запомнить этот урок, запомнить. Ну, я как бы не сторонница, да, я сторонница того, что слово «надо», того, чтобы слово «надо» подменять словом «хочу», поэтому давайте на этой неделе не будем хотеть расстраиваться, переживать, даже если мы немножко ограничены в ресурсах, даже если мы ограничены четырьмя стенами, даже если мы ограничены домом, работаем, магазином, даже если, да, магазин можно вообще вычеркнуть, можно продукты заказывать, если что. Вот, да, наслаждайтесь некой своей изоляцией, наслаждайтесь своей жизнью, если что-то не получается особенно в отношениях или если настроение портится, ну, умейте этим настроением своим управлять, находите для себя радости, находите радости в себе, в телесно-ориентированной терапии, в любви, да, если не получается в любви, ну, и это не единственная ваша, еще раз повторю, сфера жизни, да, от которой можно получать кайф, извините, да, в хорошем смысле. И что нам здесь говорит на предупреждение десятка кубков особенно, да, ну, пятерка мячей, понятно. А десятка кубков нам говорит о том, что, во-первых, предупреждение такое, ваши отношения с кем-то могут на этой неделе достичь своего пика, то есть помните, что, да, как говорится, мементо море, помните, что после некого пика может идти спад, да, то есть, наверное, мементо море, да, карпе дием, наслаждайтесь жизнью сейчас, да, лови день, что называется, наслаждайтесь теми моментами прекрасными жизни, которые вот сейчас у вас есть, наслаждайтесь той любовью, пока есть, пока есть, да, чем наслаждаться, пока человек с вами, потому что вот сейчас некий пик ваших отношений, а дальше, а хрен его знает, а кто его знает, дальше может все пойти на спад, вот, да, имейте это в виду. Во-первых. Во-вторых, просто десятка кубков говорит о том, что ваше счастье в семье, в любви и, возможно, в семье, ну, там, в любви, может быть, тоже, да, но главное в семье, да, потому что это все-таки семейная карта, в семье кто-то недополучает любви от вас, то есть императрица императрицей, но, пожалуй, не концентрируйтесь на себе, да, себя, конечно, нужно поддерживать в какой-то форме подходящей, но все-таки обратите внимание на вашу семью, да, вас там ждет любовь, и, может быть, кому-то не хватает в вашей семье любви от вас и буквально физической заботы, ну, либо старшим, либо младшим, да, либо средним, либо средним супругу или супруге, если у вас таковые имеются. Ну, и пятерка жезлов говорит о том, что пусть все ваши конфликты на этой неделе будут тренировочные, то есть помните, да, в некоторых колодах пятерка, да, собственно, в райдер-уэйтовской колоде пятерка жезлов означает конфликт не, да, не, как бы не настоящий, а тренировочный конфликт, там пять юношей дерутся, да, второй Ленорман там пять баб дерутся, видимо, да, за кого-то или за что-то, да, и у них там вот бой не на жизнь, а на смерть, а в райдер-уэйтовской колоде пять юношей, и у них это явно тренировка, это явно забава такая, да, вот, пожалуй, превратите все ваши конфликты в некую забаву, хотя бы, да, забава путятишна, превратите это хотя бы для себя, хотя бы эмоционально, да, хотя бы не вовлекайтесь в это, потому что, извините, когда ты эмоционально вовлекаешься в конфликт и начинаешь там гореть, да, и желать противнику смерти слать на его голову проклятие, да, когда тебя начинает трясти от гнева, вот тогда ты не можешь правильно продумывать, просчитывать следующий ход, то есть если у вас какой-то конфликт, внимательно все просчитывайте, да, немножко играйтесь по жизни в этом конфликте, ну, не принимайте все близко к сердцу в том смысле, что охраняйте свое сердце от каких-то таких вот излишних, да, излишних конфронтаций, если такие конфронтации будут. Пятерка жезлов. Порядок нарушается, когда вспыхивает конфликт между противоположными мнениями. Ага, ну, не спорьте, наверное, да, оставьте людей при своем мнении, да, что называется, что с дураками-то спорить, да, как говорится, есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Страсть борьбы нарастает, и оппоненты наступают друг на друга, ну, и друг другу на пятки, на хвост, да, и на прочие уязвимые больные точки. Жертва-стычка-ажиотаж. Ажиотаж, мне нравится злого. Конкуренция, конфликт, смятение. Ну, вот, если вы в некий конфликт... Во-первых, не втягивайтесь в конфликты, если вы уже втянулись, да, возможно, из вас просто тупо сосут энергию этим самым конфликтом, да, вот, как помните, в ночном дозоре, что ли, в каком-то, или в дневном дозоре, я не помню, да, вот у этого мальчика пакет сока добрый, ну, добрый, а у него было злой написано, да, вот, злой. Вот, некий такой злой человек может использовать вас, извините, как пакет с соком, из которого можно пить энергию, да, злую, может быть, вашу энергию, то есть специально злитая, потом пьет из вас энергию. Вот, будьте осторожны в таких вот случаях. Да, конкуренция, конфликт, смятение. Будьте во всем этом хладнокровны и, опять же, равно удалены, и, ну, просчитывайте свой шаг, и, как бы, немножко играйтесь, как, извините, вы в шахматы играетесь, или любой конфликт воспринимаете, как некую тренировку на будущее, а не как, да, что, ваше подтверждение какое-то, да, ваших собственных прав, интересов, да, ваших собственных каких-то, собственного права на самоуважение, да, то есть не вкладывайте в конфликты никаких дополнительных смыслов, используйте конфликты просто, ну, даже как развлечение какое-то, да, чтобы вам было не скучно сидеть в этой пятерке кубков, ну, поделитесь с кем-нибудь подушками по пятерке жезлов, да, добавьте огня в ваше отношение, вот, пожалуй, такое какое-то предупреждение. Ну, в общем, я, мне так кажется, да, я так думаю, что все-таки конфликтов вам на этой неделе не избежать каких-то, может быть, бытовых, может быть, домашних, но все-таки подчеркивайте в каждом конфликте, что к людям как таковым вы относитесь хорошо, что вы готовы о людях заботиться, что вы готовы их поддерживать, что вы с ними, что вы их любите, даже если у вас мнения не совпадают, да, попробуйте действительно, ну, именно поиграться в каких-то конфликтах, свести все на шутку, да, попробуйте, вот, ну, да, милые бронятся, только тешутся, только чешутся, вот, ну, попробуйте почесать, может быть, чье-то самолюбие в конфликте, используйте конфликты именно так, и чтобы у вас, извините, не доходило до рукоприкладства и до, ну, вот, извините, выворачивания себя наизнанку в этом конфликте, когда ты, ну, позволяешь выпить из себя все соки. Вот, пожалуй, такой интересный у меня вариант для первой позиции. Пожалуй, это все, что мне пришло в голову, но самое главное, давайте сконцентрируемся на серединке этого варианта, да, пятерочки давайте ставим по бокам этого варианта, сконцентрируемся на любви, на своем теле, на любви к себе, на любви, может быть, к своему прекрасному интерьеру, если мы где-то изолированы, на любви к людям, в том числе даже если мы с ними в конфликте, в конфронтации, мнение у нас кардинально не совпадает, да, давайте выказывать уважение, любовь к этому миру, и вот на этом базисе счастья, любви и гармонии сосредоточимся на этой неделе, да, потому что здесь все-таки, ну, такие вот столпы, это семья, любовь и ваша востребованность в семье, в любви, ваша реализованность в семье, в любви, не буду уточнять, потому что смотрят разные люди. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, и самореализованности вашей в этих самых счастье, любви и гармонии. Спасибо за просмотр, я перехожу к следующей, ко второй позиции. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант, и фиолетовое сердечко, приятные сюрпризы и предупреждение для вас на эту первую неделю. Две карты, ух ты, на приятные сюрпризы, и две карты на предупреждение, два на два. Я вот так вот сейчас выкладывала. Ну, тут очень интересно, в том смысле, что, да, интересно девки пляшут. Вот здесь у нас фактически на приятные сюрпризы две одинаковые карты. Ну, вы явно будете выбирать из двух каких-то возможностей, да. Тут две девочки в коридоре, тут две девочки уже выросли, и, да, организовали некое тайное общество близнецов, допустим, да. Четверка, двойка пентаклей и четверка жезлов, да. Четверка жезлов у нас карта свадьбы, брака. Но здесь у нас некий тайный союз, здесь они тайно поженились, извините, да. Видите, девочки? Вот, как вариант, да. Вот, ну, этот некий тайный союз означает объединение людей, прежде всего, в браке или не в браке. Ну, может быть, кому-то действительно нужно свой брак на этой неделе скрепить, усилить, да, сделать его немножко камерным, сделать его крепким. Вот это как раз тот вариант, когда чем меньше народу, да, тем больше кислорода, ну, даже если у вас много народу, чем меньше народу знает о вашей семейной жизни, тем лучше, да, для вас, тем вы спокойнее спите с вашим любимым человеком, да. Чем меньше народу знает о вашей семье, тем в этой вашей семье все благополучнее. Вот так можно здесь сказать, да. Побудьте неким тайным обществом на этой неделе, побудьте некими заговорщиками, да. Мы мафия, мы семья, мы команда. Вот такое сплочение с семьей или с какой-то значимой командой для вас. Может быть, это команда единомышленников или это команда ваших друзей каких-то, да, допустим, с которыми вы, ну, да, скорее, друзей по хобби, с которыми вы какое-то одно дело делаете, да, там, в одну игру играете, да. Возможно, вот с этими людьми вы как-то будете тайно соединены, и никто не будет об этом знать, да, о ваших каких-то заговорщических тайных планах, да. Ну, двойка, опять же, идет, да, опять же, нас немножко отсылает эта двойка Пентакли к повешенному. Двойка Пентакли говорит о том, что вас на этой неделе ждет выбор. Не факт, что он будет сильно приятным, да, и что вы будете вот как в конфетной лавке, да, куда мне к умным или к красивым, но, возможно, здесь будет у вас два варианта, из которых вы будете выбирать, и, что называется, будет хотеться выбрать оба. Хочу оба, да. Двойка Пентакли, близнецы, что было одним, стало двумя, ставки удвоились. Поиграй с нами, двойственность, маневренность, увеличение, колебания, альтернатива, раздвоение. Ну, да, не будьте таким вот немножко раздвоенным персонажем, да, ну, читала недавно про биполярное расстройство. Вот я так подумала, возможно, эта маньячная девочка, да, возвращаясь к предисловию, возвращаясь ко мне, возможно, эта маньячная девочка вообще страдала биполярным расстройством, и у нее была, извините, фаза мании, да, маньячная фаза. Вот если вы, извините, страдаете чем-то таким, что похоже на биполярное расстройство, ну, сочувствую, конечно, да, но постарайтесь что-то с этим сделать, вот так вот, да, то есть вы, возможно, будете разрываться между какими-то двумя возможностями, или, извините, будет колебаться настроение, да. Помните, на райдер-уэйтовской карте там нарисован, да, шут, шут, да, дурачок такой вот, ну, персонаж, который жонглирует двумя пентаклями, балансируя, двумя монетами балансируя на одной ноге. Вот, возможно, вы также на этой неделе будете балансировать и в плане настроения, и в плане какого-то выбора, когда хочется, хотя хочется выбрать оба варианта сразу. Что было одним, стало двумя, ну, здесь, возможно, это тоже относится к карте семьи, да, к карте вот соединения, четыре жезла, да, четыре жезла здесь превращены в четыре факела. На стандартной карте мы видим четыре, четыре столпа хупы, да, хупы. Вот, ну что, выбирайте два сразу, да, два сразу, давайте скажу, да, не балансируйте, выбирайте два варианта сразу, не разрывайтесь, да, между маньячной стадией и стадией апатии, депрессии, да, постарайтесь как-то выровнять свою жизнь, постарайтесь, опять же, выровнять свою жизнь через игру, вот, поиграй с нами, если к вам кто-то пристает сильно настойчиво, постарайтесь с этим человеком действительно поиграть, да, постарайтесь свое какое-то раздражение свести на шутку, свести на игру, ну, и балансировать свое собственное настроение прежде всего балансировать, да, потому что когда хорошее настроение, мы готовы свернуть горы, когда настроения нету, то и нафиг нам все это нужно, да, вся эта жизнь, вот, но тем не менее, да, постарайтесь найти точку опоры для себя и балансировать всю эту неделю между, возможно, не только двумя какими-то вариантами, но и двумя какими-то людьми, то есть, возможно, есть некие люди, которые на вас претендуют и которые вас как бы разрывают между собой, да, то есть, каждый из этих двух людей хочет от вас внимания и каждый, извините, хочет к вам на ручки, и каждый начинает поиграй со мной, поиграй со мной, будь то мужик, будь то дети, да, либо будь то два мужика тоже иногда как дети, да, ну, попробуйте балансировать, еще раз скажу, и попробуйте играть с этими двумя мужиками, да, или двумя вариантами, двумя людьми, как бы тянущими вас в разные стороны и по четверке Жезлов можно сказать, что объедините их обоих или их обеих в некую заговорщическую ячейку, да, прочитала уже бесы этого Достоевского, все того же очень понравилось, фильм так себе, честно, ну, не то, что так себе, но книга лучше, книга другая, естественно, в сравнении со всякими фильмами в книге ничего страшного, книга очень интересная, очень захватывающая, там, конечно, тоже и пожары, смерти, они все умерли, короче, как и надо было, да, по идее, по замыслу Достоевского но, тем не менее, очень увлекательно, вот попробуйте увлечь неких людей, некой, да, заговорщической такой вот ячейкой попробуйте всех людей объединить и, в общем, кого-то, да, кого-то, извините, по таким картам ждет выбор какой принять предложение о браке или не принять предложение о браке, то есть вступить в семью или не вступить в семью если вы такое предложение получаете, то, возможно, это нужно сделать, да, максимально тайно пожениться в кругу каких-то близких, да, ну, или провести какой-то обряд, какое-то празднество обрезание, извините, да, в кругу близких людей, чтобы никто, да, ну, никто лишний, да, чтобы комар носа не подточил, чтобы никто лишний на этом не присутствовал, не испортил вам, извините, всю малину, вот, давайте вам так скажу давайте к предупреждениям уже переходим, тройка мечей, девятка кубков, во-первых, поменьше пейте на этой неделе, да, девятка кубков если кто-то вам будет наливать, наливать, возможно, у человека будут какие-то свои мотивы, ну, не то, что там какие-то нехорошие, да, ну, просто, ну, может быть, ему захочется посмеяться над вами он скажет, ой, а ты, типа, такая смешная, такая прикольная, когда ты пьяная, да, вот, заснимет вас потом, а потом вы себе да, на телефон, а потом вы себя в ютубе обнаружите в пьяном и не очень приглядном виде как вариант, фантазирую, естественно, это разобьёт ваше сердце, да, но постарайтесь всё-таки, чтобы вас не предавали, потому что тройка мечей это предательство, да, постарайтесь, чтобы ну, как-то где-то не провоцировать людей на конфликты сами не конфликтовать и не провоцировать людей на конфликты, потому что если вас кто-то приревнует на этой неделе, то здесь возможно вообще речь идет даже о каком-то физическом нападении на вас. Ну, во всяком случае, замахнется. Здесь такой вот по тройке мечей, здесь такой момент, что невеста стала вампиром. Я прям помню эту фразу. Невеста стала вампиром. Возможно, вы кого-то где-то разочаруете, если вы девушка. Возможно, вы кого-то разочаруете, и этот кто-то не побоится вам причинить какой-то вред, какое-то зло. Так что будьте осторожны, я должна это сказать. Здесь вот буквально некий мужик тайный или это девушка, которая героиня этой. Вот она, да, героиня этой колоды. Или она здесь выступает в качестве такого вот забивателя осинового кола в сердце. Но имейте в виду, что вас кто-то может быть на этой неделе разочарован, кто-то может не дождаться чего-то от вас и сделать вам за это больно. Да, именно за то, что сам разочарован. Извините, сам напридумывал что-то там, да, и она вас свалил вину за то, что вы, ну, не соответствуете его каким-то фантастическим иллюзорным ожиданиям. Вот берегитесь такой ситуации, берегитесь вообще физического нападения, удара, воздействия от кого-то. Должна сказать. Берегите сердце, если что. Я всегда на тройку мечей говорю, берегите сердце. Своё, да, своя рубашка ближе к телу, своё сердце, своя жизнь, своё здоровье дороже. И девятка кубков. Ещё раз скажу, что, ну, во-первых, не пейте много слишком, да, даже не важно, подливает вам кто-то, не подливает, да, просто воздержитесь от приёма даже обычной жидкости, может быть, в каких-то больших количествах. И второе предупреждение, ну, не потакайте, может быть, где-то своим желанием, да, то есть, извините, сидеть в четырёх стенах и кушать сладкое, да, или кушать жирное, кушать мучное что-то вкусное, готовить без конца и потом это поглощать радостно, да, или заказывать какую-то еду или ходить в ресторан и что-то кушать без меры, да, со стрессу налетать на еду, здесь тоже будет, ну, немножко опасно для здоровья, для сердца, опять же, прежде всего. Вот такие предупреждения, да, то есть не потакайте своим, ну, таким вот физическим, каким-то плотским желанием, держите себя в рамках, да, не оставайтесь один на один с телевизором и с холодильником, что самое важное, в ночи особенно, ну, и не пейте слишком много на этой неделе, да, не погружайтесь в такую вот самоизоляцию, да, не воспринимайте самоизоляцию как повод для питья бесконечного, да, и бесконечной жрачки, простите, вот, да, как по, да, к самоизоляции готовы, и куча бутылок выставлена, такой вот мем ходит в интернете, то есть будьте осторожны, да, если вы приверженец алкоголя, да, все-таки не налегайте на это, ну, вот, пожалуй, так, да, пожалуй, так, не потакайте своим страстям и держитесь подальше от людей, которые ждут от вас какой-то, да, какого-то идеала, может быть, а вы почему-то, по каким-то причинам этому идеалу не соответствуете. Берегите сердце, берегите себя, берегитесь от всякого физического воздействия на вас, да, и самое главное, мир, спокойствие, берегитесь ревности, кстати говоря, да, мир, спокойствие, ваша семья, ваш семейный домашний заговор, семья, ячейка, общество, это для вас главное. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, пусть у вас все будет хорошо в вашей семье, в вашей самоизоляции и в вашей жизни вообще. А я перехожу к следующей, к последней, третьей позиции. Итак, для тех, кто выбрал последний, третий вариант и черненькое сердечко, давайте посмотрим, какие приятные сюрпризы и, надеюсь, приятные предупреждения нас вас ждут по этой позиции. Да, ну что, начинаем мы с хорошего. На приятные сюрпризы прям выпало все хорошее, а на предупреждение выпало что-то прям все не очень хорошее. Два на два я взяла, две карты на приятные сюрпризы. Здесь у нас выпала двойка кубков и тройка железлов. Ну что, сразу можно сказать, что вас ждет любовь, гармония в отношениях и, в общем, все идет нафиг другое в вашей жизни. То есть в вашей жизни на первый план выступает любовь, встреча с партнером, единение с партнером, даже если вы на расстоянии с вашим любимым человеком, даже если вы на расстоянии с ним, с этим партнером, с любимым человеком. Возможно, вы будете настолько хорошо общаться, настолько включены, соединены в этом общении, включены в это общение, соединены, пардон, внутри этого общения, что вам будет хватать энергии, вам будет хватать любви, хватать чувств. Здесь, возможно, буквально начало отношений, любовное признание, разворот друг к другу, разворот на 180 градусов друг к другу, избушка, избушка, встань ко мне передом к лесу задом, встань ко мне передом к маньке задом. Ну, в общем, партнер здесь поворачивается к вам, вспоминает внезапно вас, да, и у вас налаживают соотношения, налаживается некая гармония. Тройка жезлов, да, с одной стороны здесь говорит о стопроцентном неком начале, а с другой стороны, да, начале в отношениях, возможно, начале любви, то есть, возможно, вы встретите такого партнера, если вы ждете его встретить, или у вас все закрутится наконец-то с вашим долгожданным партнером, ну, либо некая перезагрузка идет с человеком, с которым у вас, ну, возможно, были какие-то разногласия, отдаление, расхождение и т.д. Вот, и тройка жезлов нам говорит о том, что, возможно, вам с одной стороны придется самим куда-то ехать, да, здесь вот девушка надевает некое, надевает, вернее, пардон, некое белое платье и летит вперед, то есть, возможно, вам и белое платье скоро предстоит надеть, в смысле свадебное, да, а, возможно, вам самим придется ехать и делать какие-то первые шаги к вашему любимому человеку, то есть, если, да, гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе, ну, в данном случае, если ваш Магомет к вам не едет, возьмите, поезжайте к этому вашему Магомету, вот так можно сказать, да, в смысле к мальчику, если мальчика вашего Магомет зовут, да, вот, то есть, если вы не видите движение с той стороны, попробуйте первыми начать движение к человеку во всех смыслах, возможно, вы здесь найдете общий язык и ваш человек избранный, любимый, только и ждал от вас каких-то шагов, какого-то действия, каких-то обещаний, то есть, может быть, он хотел быть уверенным в вас, чтобы знать, что у вас все получится, чтобы знать, что у вас все будет хорошо, чтобы от вас услышать это некое подтверждение. Возможно, вы здесь, да, еще такой момент, возможно, если уж мы на доне колоды вытащили повешенного, к тройке жезлов он здесь тоже очень подходит, показываю пруф, что там повешены, возможно, здесь он говорит о том, что вам придется немножко подождать, то есть, эта неделя у вас некая подготовительная, эта неделя у вас, да, то есть, здесь идет признание, здесь идет, ну, как бы психологическая ориентация друг на друга, психологическое вот движение друг к другу, заобщались, все хорошо, все друг другу все наобещали, мы будем вместе, будет все прекрасно, будет все, да, будет все, как мы хотим, будет все, как ты захочешь, будет мир у ног твоих и все такое, но здесь идет пока подготовка вот к этому счастью, к этой радости, да, то есть, вы, может быть, или будете всю эту неделю куда-то ехать к этому человеку вашему, или всю неделю будете, извините, собираться и готовиться, допустим, вы на следующую неделю взяли какие-то билеты, или на следующую неделю у вас намечено какое-то мероприятие, встреча, и вы будете к этой встрече готовиться, потому что тройка жезлов, если мы вспомним карту стандартную, это карта ожидания, да, весь мир на ладони, но ты пока ждешь, когда же все эти возможности, когда же весь этот мир развернется перед тобой, да, не будет такой вот некой проекцией, некой моделью в твоей руке, да, когда эти модели осуществятся, притворятся в жизнь, в реальность, да, то есть мы ждем вот этой развертки, да, развертки, развертывания ситуации, то есть готовьтесь, поезжайте, куда вам нужно, стремитесь, куда вам нужно, да, и все будет, все будет, да, все будет, но не сразу, вот такая интересная история, если вы не загадали любимого человека, если вы вообще, да, загадали ситуацию какую-то деловую, любимый человек вам, ну, как бы не актуален сейчас на этой неделе, здесь вас в принципе ждет понимание тех людей, с которыми вы будете общаться, понимание контрагентов, понимание, да, той стороны, к которой вы обратитесь, то есть вы будете встречать везде понимание, вот так вот, вы везде будете договариваться, возможно, вы здесь в принципе подпишите какие-то важные для себя документы, которые для вас начнут что-то новое, и к этому новому, к подписанию документов, неких новых, вы будете готовиться на этой неделе, то есть договоренности, соглашения, понимания друг друга, да, баланс, нахождение вот этой вот золотой середины, да, договариваются, ну, как бы, да, спорили, спорили, наконец-то пришли к какому-то выводу, пришли к какой-то договоренности в золотой середине, подписываем документы, готовимся к подписанию документов, и готовимся уже к какой-то активной деятельности, да, к реализации конкретной от того, о чем мы договорились. Вот здесь вот такой вариант для всех, я думаю, будет актуален. Давайте посмотрим здесь эту двойку кубков. Влюбленность. Рэйвен. Рэйвен это героиня. Да, собственно, героиня этой колоды. Рэйвен встречает рыцаря кубков. Ага, да, рыцаря кубков. Когда она меньше всего этого ожидает. Да, вот любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. Вот это про вас на этой неделе. В своей непохожести они узнают друг друга. Да, мы такие разные, но все-таки мы вместе. Мир преображается. Влечение, любовь, участие и желание, сердце взаимные. Слава тебе, Господи, перекрещусь. Союз, притяжение, встреча, близость, желание, сердце. Ну, да, ваши желания будут удовлетворены. В том числе желание близости. Можно так сказать. И тройка жезлов по этой карте. Что это был за шум? Время призывает к действию. Вы не можете больше отсиживаться в стороне. Творческая энергия в ваших руках. Вперед. Творческий замысел. Риск. Планы к действию. Ну, пока это планы, либо некое только начало. Планов громадьё, что называется. Пока это некое начало развития ваших планов. Ну, я скажу так. Подумайте, чего вы хотите в своей жизни. Подумайте, что у вас запланировано, что вы никак не могли начать. Попробуйте вот это самое начать. Может быть, какой-то творческий проект или вообще какую-то идею притворить в жизнь. Попробуйте начать вот это что-то, что вам значимо, чем у вас горит сердце. Попробуйте просто начать на этой неделе, даже если вы не связываете это с любовью. Да, и с каким-то человеком для вас значимым. Я думаю, что, да, если вы не нашли ещё свою вторую половинку, вы вот в этом проекте можете не только самореализоваться, но и встретить достойного вас человека с одной стороны, а с другой стороны по двойке кубков, я думаю, что вы будете, не будете встречать, скажем так, сопротивление системы, сопротивление среды, вы очень легко эти свои идеи творческие сможете реализовать. Главное, подготовиться, да, главное, правильно сделать подготовочку. Давайте перейдём к грустным теперь уже картам после таких замечательных, приятных сюрпризов. Девятка мечей и башня нам здесь выпадает. Пожалуй, я буду тащить допы. Ну, давайте прочитаю, что по девятке мечей. Во-первых, девятка мечей это карта страхов, да, то есть бойтесь своих страхов, говорят, бойтесь своих желаниями, они имеют тенденцию сбываться, исполняться, да. Бойтесь своих страхов, они тоже, к сожалению, имеют тенденцию, тьфу-тьфу, не дай бог, но исполняться тем не менее, да, как самоисполняющееся пророчество может быть не только положительным, но и отрицательным. То есть следите за собой, следите за своими мыслями, я бы сказала, ничего не бойтесь, да. Ну и башня, да, башня у нас здесь разрушение, опять же, страх, ужас, опять же, вот такой какой-то вопль, и, да, смотрите, здесь она, одна и та же девушка, которая руками держится за голову, тут за лицо, да, тут она уже волосы на себе рвет, что ах, как все плохо получилось, да. Ну вот, берегитесь, я бы сказала, чрезмерно все драматизировать, драматизировать, даже если что-то отваливается из вашей жизни, даже если что-то разваливается в вашей жизни, не корите себя за это, да, не бойтесь, во-первых, и, во-вторых, не корите себя за этот хаос, за эту разруху. Девятка мечей, кошмар, кстати, это французское слово означает, собственно, кошмар, да, страшный сон. Кошемар, как-то так оно произносится. Кошмар круг за кругом, мысли кружат голову, наполняя сновидения кошмарами, да, ну, лучше высыпайтесь, да, и, кстати, чтобы не снились кошмары, нужно спать, между прочим, в положенной позе, не в положенной позе, в приятной позе, да, в комфортной позе, в комфортной обстановке, обязательно с выключенным светом, без телевизора, извините, спать, с выключенной музыкой, да, безо всяких звуков, в общем, в темноте, в тишине, закрывайте окошки, на глаза надевайте масочку, да, не ту, которую мы на рот надеваем, а ту, которую, а ту, которую на глаза надевают, маска для сна, да, чтобы вы спали в комфортной обстановке, в теплой обстановке, да, чтобы без звуков лишних, без света, потому что организм отдыхает тогда, когда он спит в абсолютной темноте, и никаких кошмаров сниться, собственно, не будет, такая вот профилактика кошмаров, и проветривайте предварительно помещение, прежде чем там заснуть, да, в метро едете, спите, ну, проветрите помещение, во всяком случае, там, где это вам доступно, можно проветривать помещение, вот лично мне снятся кошмары тогда, когда я, да, кстати, извините, ходите в туалет перед тем, как лечь спать, да, потому что с переполненным мочевым пузырем спать тоже нехорошо, вот я лично, да, вижу кошмары только тогда, когда мне либо холодно, либо как-то я плохо себя чувствую, да, и организм уже будет, да, либо когда, извините, пора в туалет, и организм будет и говорит, хватит тебе дрыхнуть, тебе уже надо изменить условия среды, чтобы тебе было комфортно, чтобы тебе было хорошо, да, то есть либо пойти отлить, простите, да, и нормально уже, ну, чтобы не напрягать свой организм, да, нормально себя чувствовать, либо накрыться одеялом, которое сползло, либо еще что-то сделать, да, выключить музыку, выключить свет, да, и спать в комфортной обстановке, то есть кошмар – это прежде всего сигнал организма, чтобы ты проснулся и сделал этому организму хорошо. Круг за кругом мысли кружат голову, наполняясь наведения кошмарами. Просыпайтесь, да, просыпайтесь, вдохните, разорвите круг, это все в вашей голове. Депрессия, наваждение, навязчивые мысли, тревога, опустошение. Ну, вот кто-то у нас здесь был, да, в предыдущем, что ли, варианте, у нас кто-то был в таком маниакальном состоянии, да, в маниакальном, биполярное расстройство, короче, да, в маниакальном состоянии, тут, видимо, нам, нас предупреждают от депрессивного состояния. То есть будьте, ну, да, будьте немножко выше своих негативных мыслей, своих страхов, да, понимаете, что они есть, но они вот есть где-то там в голове, и посмотрите, действительно, может быть, эти все ваши страхи, особенно навязчивые, это такие вот сигналы, да, это некие рэперные точки, на что вам нужно обратить внимание. То есть, может быть, ваша собственная душа, ваша собственная психика вот этими кошмарами, которые она вам подкидывает, да, вашими страхами, опасениями, навязчивыми страхами, она вас, да, фобиями какими-то, она вас не только от чего-то оберегает, да, она вам говорит, что вам нужно прокачать, на что вам нужно обратить внимание. Ну, я думаю, вы поймёте, я думаю, вы этот момент проанализируете. Вот, да, то есть будьте осторожны, следите за собой, следите за режимом дня, чтобы не было кошмаров, страхов, да, и чтобы настроение тоже было окей, да, чтобы всё было окей, чтобы вы были окей, другие были окей, и ваш любимый человек тоже, чтобы был окей в ваших глазах, да. Помните эту схему? Я окей, ты окей, они окей, да, мы окей, они окей. Итак, башня. Давайте приступим к этой карте, да, ну, что можно сказать, да, эту башню отнести к девятке мечей. Прекратите эти страхи, вот так вот, да, вот так можно сказать. Башня. Молния ударяет в дом с ужасающей силой. То, что не истинно, должно быть уничтожено. Это неожиданно. Этого не должно было случиться. Шторм, разрушение, гибель, обрушение, изгнание, свержение, хаос, разоблачение, шок, рывок. Да, ну, шок, он всегда, да, для чего шок нужен организму? Для того, чтобы организм собрался, мобилизовался и сделал какой-то рывок. Вот если вы некий шок получаете, имейте в виду, что это вам такой волшебный пинок под зад. Вот так можно здесь эту карту башня, наверное, интерпретировать. То есть если что-то рушится, если что-то, в принципе, вас шокирует, если вас даже свои собственные страхи, догадки, мысли, подозрения, да, как сейчас опять начнутся упреки, подозрения, да, говорит жена, когда муж вернулся домой, а у неё вся квартира в любовниках, да, жена. Сейчас опять начнутся упреки, подозрения, а там мужики везде валяются. Вот смотрите, если вы что-то такое видите в жизни, да, когда понимаете, что ваши страхи начинают оправдываться, подумайте, что вы можете сделать, может быть, даже какие-то радикальные меры принять, чтобы, ну, избавиться от страхов, выкинуть что-то лишнее из вашей жизни. Может быть, вам имеет смысл, если что-то отваливается, ну и бог с ним, да, вот такую позицию занять. А может быть, ну, если вы чего-то боитесь, просто игнорируйте это, да, и просто вот, ну, скажите, что вам это не нужно, по крайней мере сейчас, по крайней мере на эту неделю. Конечно, ну, позиция страуса, который голову в песок прячет, не очень хорошая, но на этой неделе, может быть, вам просто сознательно оградиться от каких-то страхов, от каких-то шоков, да, автошоков, чтобы, ну, сохранить, может быть, свое равновесие прежде всего. Давайте посмотрим, к чему это все, да, и что вам делать. Семерка кубков. Семерка кубков, да, это карта мечты, фантазии, ну, может быть, действительно вам имеет смысл немножко провести ревизию между своими желаниями и возможностями, раз, да, а во-вторых, ну, посмотреть, какие из ваших желаний действительно реализуемы, а какие это просто ваши мечты, да, то есть посмотреть, что реально, о чем вы можете просто помечтать, ну, и удовлетворить с одной этой мечтой, во-первых. Ну, да, во-первых, во-вторых, да, во-вторых, выбирайте, да, то есть, во-первых, мечтайте и себя успокаивайте мечтами, перспективами, да, все у вас впереди, у вас впереди, даже если вот это что-то отвалится, у вас впереди будут новые варианты, новые возможности, так, как вы о них мечтали, и те, о которых вы мечтали, и, возможно, те варианты, которые от вас отвалятся, да, это не будет для вас катастрофой, на самом-то деле, возможно, это для вас будет, ну, да, вас направят, да, то, что отсекут от вас что-то лишнее, вас направят в правильное русло, чтобы вы в правильное направление шли, в правильном направлении шли, в правильное русло тратили свою энергию, да, На правильный канал поток настроились. Здесь немножко другая последовательность этих самых мастей. Я пытаюсь найти семерку чаш. Видение называется карта. Ваши кошмары превратите в некие фантазии, в приятные видения. Всегда существует возможность воплотить воображаемое в жизнь. Но что именно из этого вы выбрали? Мечты, отображение, фантазия, выбор, идеал. Стремитесь к вашему идеалу. Пусть ваш идеал во всех потерях вас ведет. Имейте в виду, что какие-то из ваших желаний, особенно идеальные, особенно те, которые кажутся вам идеальными и неосуществимыми, они действительно осуществимы, если вы просто сосредоточьтесь на этом и пойдете по этому пути, забыв обо всем остальном. То есть самое главное – правильно сделать выбор. Главное, чтобы костюмчик сидел. Некий король мечей. Играйте эту жизнь, играйте эту неделю, как некую шахматную партию. Продумывайте каждый свой шаг, мечтайте, но все-таки продумывайте шаги. У кого-то можете, помимо всего прочего, такой вот некий король мечей объявится и сделает вам какое-то предложение. Во всяком случае, он сделает некий ход в вашем направлении, в вашу сторону. Открыла я и вот достала. Хотела короля мечей спрятать в колоду, и тут вылезла в таком виде приятная, красивая карта «Влюбленные». Давайте тоже этот самый король мечей у нас пойдет к карте «Влюбленные». Пусть у вас будет встреча с вашим человеком, с которым вы ждете встречи, в которого вы влюблены. Такой вот вам дополнительный бонус. То есть не бойтесь что-то терять, потому что новые возможности для вас откроются. Может быть, кстати, здесь вас на этой неделе ждет встреча с каким-то человеком. То есть не бойтесь терять, потому что что-то из вашей жизни уходит, что-то приходит. И независимо от того, что ушло из вашей жизни, прийти в вашу жизнь может некий такой надежный, умный, мыслящий человек, который продумывает каждый шаг и который будет... Может быть, вам покажется, что он играет, да, сегодня я сыграю белыми, вот, что он играет против вас, но на самом деле он играет с вами, потому что шахматы – это игра, где два противника, но на самом деле это совместная игра, да, то есть ему будет интересно с вами, и, ну, дай бог, что этот человек будет на вашей стороне, и дай бог, что он сделает правильный выбор. Да, и, ну, еще одно, да, тут уже вот эта вот тройка жезлов, здесь королева жезлов, опять же, тот же подсвечник, причем здесь девушка в белом платье, свечи красные, здесь, наоборот, девушка уже в красном платье, а свечи белые, то есть ждите реализации ваших желаний, ждите реализации ваших амбиций, да, это амбициозность, желание, страсть, и вот это самое начало вас некое ждет. Ну, все, пожалуй, да, что вам тут еще хорошего сказать по этим картам. Я думаю, те смыслы, которые действительно ваши, вы их сами увидите, сами поймете, да, сами прочтете по этим картам. Тут жезлов нам всем в помощь, да, страсти будет много, я чую, на этой неделе, да, ну, постарайтесь, чтобы эта страсть не была такой вот разрушительной для нас, для вас на этой неделе. Все, пожалуй, спасибо вам за просмотр, спасибо картам, удачного вам начала зимы, начала декабря. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока, счастья вам, любви, гармонии, как обычно. Ком ту жух. Субтитры создавал DimaTorzok